По информации Управления благоустройства города, не так давно был выполнен ремонт картами на некоторых улицах нашего города. Среди них улицы Гоголя, Братиславская, Щедрина, Кремлевский вал, Шабулино, Весеннее, Солнечное, Первая линия, Северная окружная дорога, Московское шоссе. Сейчас мы проедем по некоторым из этих улиц, чтобы убедиться, насколько качественно был выполнен этот ремонт. Улица Братиславская оказалась в исправном состоянии, правда только частично. Именно там, где был выполнен ремонт с заменой большого участка проезжей части. Когда верхний слой старого асфальта срезают и на его место кладут новый. И совсем рядом со свежим покрытием нетронутыми остались трещины, неровности, которые пока еще можно назвать терпимыми. Но некоторые из них уже начали превращаться в ямы. Машины подпрыгивают, не могут разогнаться. А на улице Гоголя, видимо, ремонт производился очень маленькими картами, без снятия большого количества асфальта. Здесь вот такие вот ямы встречаются буквально на каждом шагу. Да, заложить некоторые ямы асфальтом на этой дороге рабочие, видимо, забыли. А может, эти пробоины не столь большие в сравнении с отремонтированными. Может быть, их просто не заметили. Даже если так, мимо глаз водителей они точно не проходят. Люди методично объезжают неровности на низкой скорости. Тратят на это дополнительное время и нервы уже долгие годы. Ничего не меняется – девиз этой улицы. Следующим участком по пути нашего следования оказалась улица Первая линия. Здесь видно, что дорожное полотно недавно перестелили. По дороге удобно ходить людям, ездить машинам. На втором участке улицы Первая линия дорога тоже достаточно хорошая. Остается надеяться, что все улицы нашего города будут выглядеть хотя бы таким образом. Людям удобно, комфортно. Этот двор является практически показательным. Граждане ходят не по грязи, им не приходится маневрировать между ям, к которым многие в нашем городе уже привыкли. Так что по итогам нашей проверки можно выделить больше плюсов, чем минусов. На некоторых дорогах города рабочие все же потрудились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!